Индивидуальное задание по Microsoft Word Данное задание выполняется в Microsoft Word версии 2013 В данном задании студенты должны продемонстрировать свои навыки работы с текстовым редактором Microsoft Word Для чего студентам по номеру варианта выдается индивидуальное задание Так должна выглядеть готовая выполненная работа Это шаблон файл PDF формата Также выдается документ формата Microsoft Word с набранным текстом наполнением индивидуальной работы Давайте рассмотрим подробнее, что нужно сделать Посмотрите, в шаблоне PDF формата продемонстрированы поля со всех сторон одинаковые В Microsoft Word данный документ выглядит достаточно... Расположение текста выглядит неравномерным и достаточно кривым Поэтому первоначально рекомендуется с помощью вкладки вид активировать линейки С помощью разметки страницы установить поля одинаковой шириной 2 см со всех сторон С помощью пункта параметры дополнительно активировать отображение границ текста Далее необходимо ввести номер своей учебной группы И фамилию и имя отчества Желательно это сделать, даже несмотря на то, что вы работаете под своими учетными записями Соответственно документу присваиваются данные пользователя Далее необходимо продемонстрировать навыки работы с таблицами Для чего необходимо нарисовать предложенный вариант таблицы С помощью пункта вставка «Нарисовать таблицу» это сделать проще всего С помощью визуального представления Для масштабирования изображения листа на экране Используйте кнопочку «Контрол» и прокрутку колесомышки Создаем необходимые горизонтальные и вертикальные ячейки для таблиц Там, где это необходимо С помощью пункта «Конструктор» можно задать толщину ячейки определенной И провести в необходимых местах Для того, чтобы к соответствующим линиям были применены толщины соответствующих величин, которые вы установили Далее необходимую информацию можно перенести или скопировать с помощью комбинации клавиш «Контр-Х» и «Контр-В» Или так, как вам это удобно Для того, чтобы отформатировать по центру, используется вкладка «Главная» или комбинация клавиш «Контр-Е» Отсутствующую информацию необходимо ввести вручную Для того, чтобы вставить изображение, используется пункт меню «Вставка», «Изображение», «Рисунки» Убираем соответствующий рисунок и устанавливаем его в нужных пропорциях и ячейках таблиц При форматировании необходимо учесть, что нужно сделать шрифт жирным и курсивом в нужных местах Воспользоваться надстрочным знаком И подчеркиванием в соответствующих частях документа Для того, чтобы создать нумерованный список, необходимо Выделить ту часть, которую нужно будет пронумеровать Раскрыть списки нумерованные и выбрать соответствующие римские цифры С помощью линейки и маркеров красной строки основного текста Можно форматировать в ячейках и на листе бумаги абзацы текста Также абзацы можно форматировать с помощью кондиционера Где задается отступ красной строки и отступ основного текста слева и справа Если это необходимо сделать При работе с формулами рекомендуется использовать Во вкладке «Вставка» «Редактор формул» «Редактор формул» «Редактор формул» Продолжение следует... 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 выбрать другой тип завершающей стрелки для последней линии задать ей какую-то определенную форму выбрать необходимый тип и толщину таким же образом сделайте выносные линии и подписи с помощью текстового поля все это должно находиться внутри соответствующего полотна таким образом все наши элементы будут вместе в полотне перемещаться и соответственным образом обтекаться текстом там где это необходимо последним пунктом с помощью объекта WordArt написать сделать надпись задание выполнено берем доходим в пункт меню вставка во вкладке текст находим объект WordArt выбираем отраженный вписываем необходимый текст перемещаем на нужное место данный объект заходим в эффекты фигуры рельеф параметры объема в повороте поворачиваем определенное количество задаем рельеф сверху там рельеф снизу выбираем в текстовых эффектах выбираем в текстовых эффектах запустим как то как то вот так вот если постараться там можно найти соответствующее искажение заданному в вашем номере варианта ну и теперь можно посмотреть и увидеть что задание еще не выполнено почему потому что здесь у нас допустим с большой буквы в нумерованном списке были слова а здесь с маленькой для того чтобы это исправить можно выделить все и нажать комбинацию клавиш Shift F3 один раз будет первый заглавный второй раз все будут третий раз все маленькие ну а дальше опять таки начинается сначала комбинация клавиш Shift F3 ну вот после этого задание действительно выполнено